Здравствуйте, ребята! Вот и закончились наши первые летние каникулы. Вы все отдохнули и набрались сил, и пора приступать к учёбе. Поздравляю вас с Новым учебным годом! Приглашаю вас в мир русского языка. По страницам учебников вы узнаете много удивительного о свойствах русского слова, его значения и строения. Вы научитесь грамотно употреблять слова не только в устной, но и в письменной речи. Сегодня тема нашего урока – звуки и буквы. Мы вспомним, чем буквы отличаются от звуков. Научимся развивать умение отличать звуки от букв. Отдых наш кончается, работа начинается. Усердно будем мы трудиться, чтобы чему-то научиться. Тысячу разных звуков окружает человека. Шелест листвы, завывание ветра, пение птиц. Едва проснувшись утром, мы слышим, как тикают часы, плещется вода, пахтит чайник на плите, гремят посудой. Выходим из дома, и опять нас окружают звуки. Но вот за спиной голос прохожего. Вы не знаете, который час. Вы посмотрели и ответили. Каким образом из потока уличных звуков, шуршание шин, скрип снега, шум дождя вы уловите те, которые передали вам информацию? Чем отличаются звуки речи от других звуков? В языке все имеет звуковое выражение. Сами по себе звуки будто бы ничего не обозначают. Произнесите звуки м, д, и никто ничего не поймет. Но если вы произнесете те же звуки в другом порядке, сразу станет ясно, о чем идет речь. Дым. С незапамятных времен на протяжении многих тысячелетий звуки речи складывались в определенном порядке. Становились словами, которые имели значение и смысл. Теперь каждый звук в слове занимает свое место. Если заменишь один, меняется смысл целого слова. Кот – ток, кот – кит, сила – лиса, аист – лист. Звуковую сторону речи изучает фонетика. Само название образовалось от греческого слова «фоны», что значит «звук». Фонетика нужна врачам, локопедам, учителям и, конечно, детям. Не случайно обучение в школе начинается с букв и звуков. Вот и вспомните все, что мы говорили о звуках в первом классе. Прочитайте слова. Назовите слова, в которых букв больше, чем звуков. Произнесенное слово состоит из звуков, а написанное – из букв. Буква – знак для обозначения звука. Буквы – мягкий знак, твердый знак, звуков не обозначают. Звуки мы произносим и слышим, а буквы видим и пишем. С помощью букв на письме мы обозначаем звуки речи. Чтобы отличать звуки от букв, их заключают в квадратные скобки. Буква «А» обозначает звук «А», буква «П» обозначает звук «П». Рассмотрите таблицу. Гласными называют звуки, которые произносятся с голосом. При произношении гласных звуков воздух не встречает преград. Они легко поются. Гласные образуют слог. При произношении согласных звуков воздух встречает преграды. Согласные звуки не образуют слог. Отгадайте загадки. У кого усатая, морда полосатая. Спинка словно мостик. За мосточком хвостик. Кот. Есть окошки, есть крылечко, а внутри большая печка. Поселиться можно в нём. Догадались? Дом. Зверька узнали мы с тобой по двум таким приметам. Он в шубке серенькой зимой, а в рыжей шубке лето. Белка. В отгадках назовите. Сколько букв в слове? Сколько гласных звуков в слове? Сколько слогов в слове? Кот. Три буквы. Один гласный звук. Один слог. Дом. Три буквы. Один гласный звук. Один слог. Белка. Пять букв. Два гласных звука. Два слога. Ребята, посмотрите на картинки. Проведите исследование. Назовите предметы. Что вы заметили? Чем различаются эти слова? Назовите слова парами. Карта, парта. Стол, стул. Ёж, уш. Зуб, дуб. Если в слове изменить звук, букву, то изменится лексическое значение слова. Или слово не получится. Ребята, давайте поиграем. Произнесите первый звук слова ворона. В. Произнесите второй звук в слове кот. О. Произнесите первый слог в слове семья. М. Семь. Произнесите последний звук в слове семь. М. Что надо сделать, чтобы правильно было написано слово? Поставить мягкий знак. Ребята, у нас получилось слово восемь. Это словарное слово, написание которого вы должны запомнить. Но я хочу узнать лексическое значение этого слова. Назовите лексическое значение этого слова. Число, цифра, количество восьми предметов. Сколько слогов в этом слове? Правильно, два. Как это узнали? Сколько в слове гласных звуков, столько и слогов. Сколько букв в этом слове? Шесть. Сколько звуков в слове? Пять. Почему звуков меньше? Мягкий знак звука не имеет. Ребята, мы с вами потрудились и подведем итог. Закончите предложение. Буквы мы видим и пишем. Звуки мы произносим и слышим. Звуки бывают гласные и согласные. Гласные звуки бывают ударные и безударные. Согласные звуки бывают твердые и мягкие, звонкие и глухие, парные и непарные. Молодцы, ребята! До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok